Доброе утро, дорогие телезрители! В адрес нашей передачи пришел вот такой интересный вопрос. Скажите, пожалуйста, Владыка, как можно узнать, настоящее это пророчество или ложное? Мария Васильевна Суханова, город Екатеринбург. Правильный вопрос. Кто только сегодня не произносит и не произрекает пророчество. Как во всем этом разобраться? А разбираться нужно в первую очередь с самим понятием. Что такое пророчество? Вот в нашем обиходе, в нашей повседневной жизни установилось совершенно неправильное понимание пророчества. Пророчеством, под пророчеством люди понимают предсказание будущего. Так вот, пророчество и предсказание будущего – это разные вещи. Пророчество, по сути своей, как узнаем мы об этом из Священного Писания, есть ничто иное, как провозглашение Божьей правды. Пророк – это тот, который говорит людям Божью правду, Божью волю. Поскольку жизнь людей чаще всего отходит от этой Божьей правды и Божьей воли, то слово пророка всегда почти слово обличительное. Пророчество – это всегда огромный риск. Потому что пророк говорит то, что чаще всего не нравится ни людям, ни властям. Но для того, чтобы дать конкретный пример, я бы хотел вспомнить вместе с вами святаго пророка предтечию крестителя Иоанна. Вы помните, почему он погиб? Он обличал царя Ирода за то, что тот неправедно жил с женой своего брата, что запрещалось, как известно и сейчас запрещается по религиозному закону. Не нравилось это Ироду, но особенно не нравилось это его жене Иродиаде. Так вот, ни о каком будущем Иоанн предтеча вроде как бы в данном случае и не говорил. Но он говорил правду. Он свидетельствовал о Божьей воле. И мы знаем, чем закончилось это свидетельство. Он был умершлен по воле жены Ирода. В истории церкви много было таких пророков. Собственно говоря, главное служение церкви – это и есть служение Божьей правде. Церковь должна провозглашать правду. Нравится она людям или не нравится. Ведь именно поэтому такие нападки на церковь во все времена, во всех народах и будут до скончания века. Более того, если на церковь перестанут нападать, то это будет означать, что она перестала выполнять свое пророческое служение. Ну а теперь о предсказаниях будущего. Что касается предсказания о будущем, то оно может иметь тоже разный характер. Но оно, допустим, может складываться из научного прогноза. Люди, ученые, могут прогнозировать развитие общественных политических событий. И даже более того, развитие, связанных с природой нашей. Вот достаточно напомнить о грозных предсказаниях ученых о том, что если человечество не сделает каких-то поправок к своему научно-техническому развитию, то в ближайшее время, уже в ближайшее время, могут начаться такие большие изменения в климате, которые приведут к огромным климатическим катаклизмам. Это предсказание будущего, построенное на научном анализе. Предсказывать будущее могут и люди, основываясь на своем жизненном опыте. Мудрые люди могут предвидеть развитие событий. Когда добрые и мудрые родители поправляют своего ребенка от ошибок, они ведь как бы тем самым говорят ему, остановись, перестань делать так, как ты делаешь, потому что в том случае, если ты будешь продолжать поступать так, в будущем ты будешь иметь отрицательные последствия. Что-то будешь иметь плохое в своей жизни. Ведь это тоже предвидение, исходящее из человеческого жизненного опыта. Ну и, наконец, может быть, предвидение, основанное на духовном опыте людей, на некой способности прозревать человеческие судьбы. Конечно, вот такого рода предсказания могут позволить себе только люди, духовно очень опытные, имеющие колоссальный опыт духовной жизни. Как ко всему этому относиться? К пророчествам нужно относиться с открытостью и с готовностью слушать их. А вот к предсказаниям о будущем нужно относиться настолько, насколько эти предсказания убедительны для нас. Это касается научной гипотезы. Это касается и мнения опытных людей. А вот что касается предсказаний, исходящих от духовного опыта, то здесь нужно помнить следующее. Мы должны быть уверены в том, что человек, говорящий нам о будущем, прозревающий это будущее своим духовным взором, действительно является духоносным человеком. Святые отцы с незапамятных времен учили нас замечательному правилу. Как различать духов? Как различать пророчества? И говорили, по делам их узнаете. Так вот, если духовный человек, прозревая будущее, говорит вам нечто, вы должны быть уверены в том, что перед вами духовный человек. Вы должны знать его жизнь. Вы должны знать его дела. Вы должны быть уверены, что вам говорит не шарлатан, одетый в какую-то особую одежду, имеющий длинные волосы и длинную бороду, отличающийся от вас внешним образом, но что это действительно человек, обладающий духовным опытом. Поэтому не верьте предсказаниям первых попавшихся людей. А сегодня, знаете, так много тех, кто пытается сбить нас с толку, иногда спекулируя на церковных одеждах, на необычной внешности. Вот совсем недавно ехал я в машине, остановился автомобиль перед перекрестком, и вдруг перед самым капотом автомобиля выросла фигура человека с длинной бородой, с длинными волосами, одетого в рясу с крестом. В руках этот человек держал крест и широко размахивая, благословлял этим крестом машины. Подошел он к автомобилю, в котором я сидел, и оказалось, что это просто вымогатель, которому нужны деньги людей. Он обманывал всех, спекулируя на церковной одежде и на крестном знамени. Святотатствовал, и страшный грех простирается на такого человека. Не всякий раз встреча со священником или с человеком, одетым в священническую одежду, должна сопровождаться с нашей стороны какой-то открытостью, каким-то особым доверием. Нужно знать, с кем вы имеете дело и в быту, и тем более в вашей духовной личной жизни. За каждой службой в храме возносятся молитвы о властях. Меня это коробит, ведь власть-то у нас все равно безбожная, хотя для вида и присутствует на торжественных богослужениях. Ответьте, владыка, как быть, не могу я молиться за них. Нина Ивановна Горская из Липецка. Вот неделю назад мы говорили о документе, принятом Архиерейским собором в августе минувшего года, который называется «Основами социальной концепции Русской Православной Церкви». В этом документе содержится пространный и ясный ответ на ваш вопрос об отношении к власти. Нужно сказать, что власть и государство не были с самого начала учреждены Богом. Господь создал людей, мир, но не создал государство. Государство возникло по мере исторического развития человеческой цивилизации. В первую очередь для того, чтобы помочь людям выжить в условиях греха. Ведь государство возникло после грехопадения, когда уже грех господствовал в человеческих отношениях. Люди объединялись для того, чтобы совместно противостоять врагу. Нужна была власть для того, чтобы как-то сохранить человеческое общежитие, чтобы как-то поддерживать справедливость. И главная задача власти была в том, чтобы наказывать виновных и защищать невиновных. Вот, собственно говоря, в чем смысл власти. Власть должна присущими ей методами, включающими метод принуждения, ограничивать человеческое зло. Другого, с религиозной точки зрения, смысла власти не существует. Все остальное люди сами могут. Конечно, по мере развития человеческого общества возникли и другие задачи власти, так называемые политические, экономические, социальные и так далее. Но с религиозной точки зрения смысл власти в том, чтобы ограничивать зло. И вот это служение власть должна осуществлять вне зависимости от того, являются ли носителями власти верующими людьми или они неверующие люди. Являются ли они православными или они не являются православными. Это общее требование к власти со стороны Бога. И в Слове Божьем, в Библии, ясно говорится об этом. Так вот, Церковь уважает не ту или иную власть, не того или иного носителя власти, а институт власти. И когда мы молимся о властях и воинстве, мы молимся об институте власти. Потому и говорит Господь во время своего разговора с Пилатом, ты бы не имел надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. власть есть нечто, что дано Богом людям, живущим в условиях греха. Власть является богоустановленной институцией. Именно поэтому Церковь и молится за власть. Нет власти не от Бога, говорит апостол. Всякая власть от Бога суть. Вот тоже многие не могли понять этих слов апостолы и говорят, ну как же так? И преступная власть что ли от Бога? Конечно, преступники во власти не от Бога, а институт власти от Бога. Но а сегодня наша власть нуждается в том, чтобы за нее молились особенно. Такие важные происходят перемены в жизни нашей страны. Есть попытка выйти из того глубокого кризиса, в котором мы оказались. И, как кажется, власть с полной ответственностью стремится осуществить то, к чему она призвана. Поэтому сегодня, может быть, сугубо мы должны молиться за нашу власть, дабы всем нам иметь житье мирное и безмятежное во всяком благочестии и чистоте. На этом я прощаюсь с вами. Пусть Божие благословение пребывает над каждым из вас, помогая всем нам в нашей жизни. Их корабль арестовали за долги в Неаполе. Вопрос чести или вопрос денег? И чести, и денег. Когда закончится, я думаю, вот это наша вся эпопея с нашим теплым годом Одесса. Вот одна мечта, купить домик на берегу Они встретят четвертый Новый год на чужой земле. Спецрепортаж «Забытый экипаж». 25 декабря на ОАРТ. «Забытый» Субтитры создавал DimaTorzok